Здравствуйте! Доброго всем времени суток! Немного в истории человечества можно насчитать изобретений, радикально изменивших его судьбу. Появление в конце четвертого тысячелетия до н.э. колеса стало одним из таких эпохальных технических нововведений, затронувших важные сферы жизни человеческого общества, в том числе и военную, конечно же, сферу. Соединение вместе колеса, лука и коня породило боевую колесницу. Уникальное чудо-оружие бронзового века, кардинально изменившее лицо войны. На протяжении многих веков колесница безраздельно господствовала на полях сражений древностей. И даже появление конницы не сразу оттеснило ее на второй план и превратило во вспомогательный род войск. В самом деле, мобильные, хорошо обученные и мотивированные отряды колесничных бойцов на своих быстроходных и маневренных повозках стремительно перемещались на поле боя и вне его. Совершали неожиданные нападения, смелые фланговые маневры и глубокие рейды с охватом противника и выходом его тылы. Засыпали его боевые порядки ливнем стрел и метательных копий, оставаясь малоуязвимыми для ответного огня и довершали разгром опрокинутого неприятеля, преследуя безжалостно истребляя и беря в плен бегущих. Боевая колесница надолго стала символом военной мощи древних государств, а бойцы колесничьи их элитой. В древнем Китае эпохи Чунг Цю даже появился своего рода великодержавный стандарт Вань Чен Го, государство, обладающее десятью тысячами боевых колесниц. Попробуем проследить, как появился этот род войск, как он распространялся, когда достиг рассвета и пришел в упадок. Итак, начнем с детства боевой колесницы, которая пришлась на третье тысячелетие до нашей эры. О происхождении. Спор о местонахождении прародины чудо-оружия продолжается уже не одно десятилетие. Прежде доминировала моноцентричная гипотеза. В частности, известный английский антрополог Чальд, марксист, кстати, у меня есть Великая аналитическая революция, ролик, вот в нем он как раз описан. Там тоже его концепции кругом плюнуть некуда. Одни марксисты вокруг. Ладно, автор концепции неолитической революции полагал, что повозка появилась в древнем шумире. К нашему времени все больше специалистов стали склоняться к полицентричной гипотезе, увязывая изобретение четырехколесной повозки с одомашниванием крупного рогатого скота и привлечением его к транспортировке грузов. Произошло это, скорее всего, во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры. Прошло еще примерно полтысячелетия, прежде чем в повозку стали запрягать не только быков, но и эквидов, не то рослых сирийских ослов, не то кунгов, помесь осла и самки анагра. Тогда же были сделаны, видимо, в шумире, первые попытки приспособить транспортные повозки для боевых целей. Сохранившиеся свидетельства, например, знаменитый штандарт Изура, вот он перед вами, кстати говоря, датируемый 26 веком до нашей эры, показывают нам запряженные двумя или четырьмя эквидами двух и четырехколесной повозки. Первые, похоже, служили средством передвижения для царей и военачальников, выполняли представительские и церемониальные функции и или играли роль подвижных командных пунктов. А вторые, более вместительные, хотя и медлительные, использовались в качестве боевых платформ, с которых воины метали в неприятеля дротики, вынимая их из закрепленных на повозках колчанов. Где и когда произошло одомашнивание лошади – вопрос, который остается не менее дискуссионным, чем вопрос об изобретении боевой колесницы. Впрочем, и новое не следует ожидать, поскольку два этих новшества тесно связаны. Не вдаваясь в подробности научных премий по этому вопросу, отметим, что, видимо, лошадь была одомашнена в степной зоне Евразии в четвертом сечелетии до нашей эры и к его концу определенно уже была известна на Ближнем Востоке в качестве домашнего животного. Итак, во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры налицо были важнейшие предпосылки для появления боевой колесницы – колесо и повозка. Причем уже был полученный первый достаточно успешный опыт их боевого применения – лошадь и, само собой, композитный лук. Оставалось только скрестить эти компоненты и получить чудо-оружие. Но вот где случилось это скрещивание, и кто может считаться автором этого важнейшего технического изобретения, изменившего характер войны – вот это вот большой вопрос. Долгое время приоритет отдавался Ближнему Востоку и его ближней периферии – северо-западной Сирии и юго-восточной Анатолии. Однако сегодня набирают вес гипотеза, согласно которой боевая колесница была изобретена в другом регионе – в так называемом Евразийском степном поясе скотоводческих культур. Складывание которого было связано с формированием так называемой Евразийской металлургической провинции в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Древнейшие остатки легких повозок-одноколок, которые можно интерпретировать, так как пусть пока еще достаточно архаичные в техническом плане, но вместе с тем имеющие все основные признаки классической боевой колесницы, были обнаружены в ходе раскопок на Южном Урале и в прилегающих к нему районах в конце прошлого – начале нынешнего столетия. Эти находки принадлежат памятникам синташтинской археологической культуры, существование которой датируется с 21 по 18 века до нашей эры. Колесницы появляются как составная часть целой системы технологических и культурных достижений, возникших в начале новой эпохи на территории Волга-Уралия. Колесничество активно развивается, параллельно с новой металлургией, новыми типами вооружения и новыми системами их хозяйства. Говорится в заключении коллективной монографии «Кони, колесницы и колесничьи степей Евразии». Ну и дальше, конечно, понеслось. Это классический случай ортодоксального научного мира «натянуть сову на глобус». Ну вот цитирую дальше, ладно. Впрочем, нельзя исключить, что изобретение боевых колесниц синташтинцами стало не только и не столько результатом их собственного творчества, сколько синтезом опыта доместикации лошадей в степной зоне. И контактов степняков с соседлым населением Ближнего Востока. В результате чего первые переняли опыт вторых в постройке колесных повозок. Мне интересно, вот на карту-то люди смотрели, кто вот это вот все понаписал. Любопытным в этой связи представляется наблюдение, сделанное Косинцевым, который полагал, что в конце эпохи Средней Бронзы в степях Северного Кавказа и Нижнего Дона В результате контактов северных коневодов и населения Закавказья Ближнего Востока были объединены лошадь, легкие повозки и упряжь для них, системы тренинга ослов и лошадей. Результатом такой гибридизации стало чудо появления колесничества на пустом месте, иначе невозможно объяснить появление одновременно колесниц, упряжи к ним технологии использования в колесницах лошадей и системы их тренинга. Вывод, который делает исследователь, звучит следующим образом. Только синтез легких повозок, упряжи и технологии использования в них их вид населения к югу от Кавказа и домашних лошадей и технологии их разведения населения к северу от Кавказа мог внезапно дать такое новообразование, как колесничный комплекс. Понимаете, вот это вот только оно сразу настораживает. Только так и больше никак. Ну и вишенка на торте. Нетрудно прийти к выводу, что этот колесничный комплекс с распадом циркумпантийской металлургической провинции в конце третьего тысячелетия до нашей эры и миграция его носителей с запада на восток был занесен на Южный Урал, где и обрела свою окончательную форму, упомянутая выше синташтинская археологическая культура. Но все же не просто так. Есть и аргументы. Вот, пожалуйста, наскальные изображения четырех и двухколесных повозок. Хребет Каратау. Перед вами, пожалуйста. Ну, честно говоря, я вот тут верблюда углядел, к примеру. И еще одного верблюда. А вот это может быть лошадь, а может быть ослы. Ну, когда это сделано, тоже большой вопрос. И когда вот это вот накорябали. Но, тем не менее, определили, что вот тех времен, короче говоря, по всей видимости, по культурному слою, который находился вблизи вот этого вот изображения. Знаете, с одной стороны, не хотелось бы это комментировать, а с другой стороны, просто необходимо. Я официальную версию на сегодняшний момент изложил. Ну, вот смотрите, вопрос номер один. Где в циркумпантийской металлургической провинции технология производства втульчатого оружия? Втульчатых копий, дротиков, то, что в Синташке было, да? Вот. Вопрос номер раз. Вопрос номер два. А где у них колеса со спицами? Да тоже что-то нет. Ну, и вопрос номер три. А особенности архитектуры, как в стране городов? Так ведь нигде не строили. То есть, короче говоря, видимо, оттуда пришли люди, которые по дороге это все дело изобрели. Ну, в общем, понятно, да? Официальные версии критики не выдерживают. Это я еще самую вменяемую изложил, уверяю вас. Вообще-то, я хотел рассказать о боевых колесницах. Об этом, собственно говоря, и пойдет дальше речь. Ну, и попутно вот зацепил вот это дело. Ладно. Первые боевые колесницы и их экипажи. Что представлял собой колесничный комплекс в самой ранней стадии Синташкинской вариации? Чечушков. Один из исследователей ранних колесниц определяет его, как запряженную лошадьми колесницу и набор вооружения воина-колесничьего, представленный в погребениях. Остатками колесниц, жертвами, упряженными лошадьми, псалиями, а также дистанционным оружием и средствами введения ближнего боя. Раскопки погребений Синташкинской культуры, которые проводились в 70-х годах, позволили обнаружить 18 захоронений с характерными признаками колесничного комплекса. Еще 8 находок относятся к родственным Синташкинской культуре, Петровской, Абашевской и Алакульской археологическим культурам. Характерный обряд погребения, когда в могилу помещалась колесница и для устойчивости ее колеса вкапывались в грунт, позволяет составить довольно четкое представление о том, как была устроена сама колесница. А характер погребального инвентаря и останки животных в погребении дают информацию о способе запряжки и вооружения воина-колесничьего. Анализируя находки, сделанные в ходе раскопок памятников Синташкинской родственных и культур, Чичушков пришел к выводу, что синташкинцы методом проб и ошибок выработали своего рода технический стандарт, определивший внешний вид и свойства колесницы. Это был легкий кузов, сплетенный из веток или сколоченный из тонких досок, который, возможно, обтягивался кожей. Размеры его по полу колебались в пределах 110-130 см, в ширину и от 80 до 100 в длину. Высоту кузов мог достигать примерно 1 метра или несколько меньше. Однако, не кузов составлял главную отличительную черту Синташкинской боевой колесницы, а ее колеса. Благодаря тому, что в отдельных случаях они в погребении закапывались на треть, их конструкцию можно восстановить довольно точно. Диаметр колеса колебался в диапазоне от 80 до 100 см. Число спиц прямоугольного сечения колебалось от 9 до 12. По ободу колеса шла кожаная шина, которая крепилась к нему изнутри костяными, так во всяком случае следует из материалов-раскопок казахского могильника «Сатан-1» гвоздями. По центру кузова крепилась деревянная ось, на которую насаживались ступицы колес. Общая ширина колеи колесницы составляла около полутора метров, а максимальная ширина, с учетом выступающих далеко в стороны ступицы краев оси, могла достигать двух метров. В движении колесницу синташницев приводила пара коней. Возможно, некоторые запряжки имели четверку или даже шестерку лошадей. Тягловые усилия от них колеснице передавалось посредством дышла, длиной примерно 2 метра или несколько менее. Отсюда можно прикинуть и общую длину колесницы вместе с дышлом, около 3 метров. На конце дышла крепилась к ерму, от него шли рогатки, а к этим рогаткам приделывался широкий кожаный ремень, посредством которого тяговое усилие от лошади передавалось колеснице. Сам ремень фиксировался на лошади посредством подпруги, которая предотвращала его соскальзывание. Вот перед вами реконструкция колесницы как раз по чечу школу. И последний элемент колесничного комплекса – вооружение экипажа колесницы, который, судя по размерам платформы, состоял из двух человек – возницы и бойца. Более половины захоронений с колесницами сопровождаются оружием, копьями и дротиками, клинковым оружием, колчанными наборами, включая наконечники стрел, составными луками и булавами, причем оружие дистанционного боя лук явно преобладает. Вероятно, воины колесничьи могли иметь и заспехи, мягкие или же составленные из костяных пластин. Собственно, я хотел рассказать о возникновении и содержании боевого колесничного комплекса, что, в общем-то, и сделал. На этом у меня все на сегодня. Будьте здоровы, всего вам хорошего. Люди, берегите себя. Мира вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова